Помню, раньше коммунити спорила, убивал или Зора полуострова. С одной стороны, это в характере Зора. Плюсом шепчет проклятый меч, видно кровь, другие персонажи говорят, что он всех убил. А с другой стороны, что-то жёстко, да? Причём есть действия, которые это опровергают. Бомб вырезал и лестницу роняет. Не очень похоже на кровожат. И есть фраза про тупую сторону меча. Скажите спасибо, что я использовал тупую сторону меча. Кстати, вот реально, подумайте. Все мугивары бьют. То есть их способы сражения не направлены на убийство. А Зора режет пополам, на три части, на четыре, на дохриллион. Не очень как-то сходится с тем, что после этого можно выжить. Есть, конечно, человек, который своим примером показал, что не обязательно резать насмерть. Но это всё-таки резать. Можно, конечно, свалить всё на меч, мол, он проклятый, хочет крови. Поэтому ответ очевиден. Но я не приверженец такого подхода. Зора показал изначально, что доминирует над ним. Возможно, конечно, есть какое-то влияние на психику. Но, скорее всего, оно минимальное и ничтожное. Причём есть различия. В манге Зора всех убил. Данная проблема связана только с аниме. Да и в том же сериале Зора не гнушался пролить кровью. Поэтому, скорее всего, да, я, конечно, не специалист. Но вот после такого вряд ли кто-то из бомжей выжим.